МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Запланирован большой объем работ. Осталось все вовремя реализовать. На совещании у главы Дагестана обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Сбор денег, который должен осуществляться за потребление электричества и газа, эти же деньги должны идти ему на модернизацию, на развитие, на ремонт, на подготовку к осенне-зимнему периоду. Учиться в железной будке дети не будут. О том, как власти Дагестана планируют решить проблему с Аняртинской школой Тлеяртинского района, расскажем сегодня. Вот мы говорим, главный корпус школы. Необходимо от этого вопрос решить. Снято при участии ННТ. В широкий прокат вышел полнометражный дагестанский фильм «Сценарий для Голливуда». На закрытом показе побывали и наши корреспонденты. Курбан, ты же неправильно держишь молоток. Что, у тебя правой руки нет, что ли? А, извини. Полный газ сделайте мне на 500 рублей. Благие дела заслуживают всеобщего признания. В эту пятницу во всех мечетях республики по просьбе духовного лидера Дагестана шейха Ахмада Фанди поблагодарили Сулеймана Керимова. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях в минувшей неделе расскажем в выпуске. На неделе под руководством главы Дагестана состоялось очередное заседание оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона. Ключим вопросом обсуждения стал процесс подготовки к осенне-зимнему периоду. Продолжение темы в сюжете наших корреспондентов. Топливно-энергетический комплекс «Наше все». Без наведения порядка в данной сфере экономику региона развивать невозможно, подчеркнул Сергей Меликов, открывая заседание оперативного штаба. Однако до полного порядка в этом деле еще далеко. «Сбор денег, который должен осуществляться за потребление электричества и газа, эти же деньги должны идти ему на модернизацию, на развитие, на ремонт, на подготовку к осенне-зимнему периоду. А у нас получается, что мы заявляемся, я прошу у вице-премьера миллиард восемьсот на подготовку к осенне-зимнему периоду. А нам говорят, Сергей Меликов, а вы обратите внимание, какая у вас задолженность, за 20 миллиардов. И давайте подумаем, хватило бы нам этих денег. Причем позиция «Газпрому» такая. Все деньги, которые мы сегодня могли бы вернуть за задолженность, они готовы отправить не только на восстановление газового хозяйства, но и на инвестиции в республику». Но при этом нельзя сказать, что ничего не делается. Так запланирован и проводится большой объем работ по улучшению энергоснабжения в регионе. До 1 ноября по районам и городам заменят более 7 тысяч опор линий электропередач. В целом вообще повышение надежности энергосистемы Республики Дагестан была разработана и представлена в Министерстве энергетики Российской Федерации программа повышения надежности. В прошлом году приезжала комиссия от Минэнерго с участием представителей системного оператора, завод техинспекции. Объехали они объекты по Республике Дагестан. Скажем так, первым этапом согласован объем работ за счет федерального финансирования на сумму 7,683,000,000 рублей. В том числе 17 мероприятий на сумму 1,879,000,000 рублей реализуются как первый этап. Все необходимые процедуры сейчас проходят, чтобы в этом году было выделено федеральное финансирование на реализацию этих 17 объектов. До 15 октября в планах правительства и Газпрома завершить все работы по подготовке газовых служб КОЗП. Особое внимание будет уделено ветхим газопроводам, которые давно нуждаются в реконструкции. В зоне эксплуатационной ответственности Газпром газораспределения Махачкала 34 объекта, протяженностью 35 километров. В зоне эксплуатационной ответственности Газпром газораспределения Дагестан 22 объекта, протяженностью 23 километра. Вокруг данных газопроводов сложилась критическая ситуация. Газопроводы засыпаны и оказались под землей без химической защиты от воздействия коррозии в результате хаотичной застройки многоквартирными жилыми домами, частными домовладениями и коммунально-бытовыми предприятиями. Пожалуй, самый больной вопрос – это инвентаризация электрических и газовых сетей. По официальным данным Минимущества, из 1610 километров сетей на кадастровый учет поставлено только 80%. Что касается бесхозных объектов электросетевого комплекса, то оформлять их в муниципальную собственность процедура нежелательная, заявили представители компании Россети. Прошу вас еще раз проанализировать вопрос целесообразности оформления бесхозяйных объектов в муниципальную собственность. Предлагаю сконцентрироваться на совместной работе направленной на оформление бесхозяйного имущества сразу в собственность Россети и Северный Кавказ, что позволит улучшить и качество жизни граждан, проживающих на ваших территориях, и исполнить поручение президента Российской Федерации. Еще одна проблема – отсутствие в районах и городах резервных источников электроснабжения. По словам министра энергетики Резвана Мурадова, в регионе более 250 школ и больниц испытывают острую необходимость в электрогенераторах. Изношенные сети в районах не позволяют обеспечить электричеством социальные объекты. Данная проблема актуальна и для социальных объектов, в том числе для школьных и общеобразовательных учреждений, интернатов и детских домов. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо провести мероприятие по обеспечению социально значимых объектов резервными источниками электроснабжения. Обсудили участники заседания и вопрос обеспечения жильем детей-сирот. По данным Минобры Республики, на эти цели необходимо выделить почти 400 квартир. Ларьяна Шамхалаева, Дауд Гасанов, новости ННТ Махачкала. На минувшей неделе под ударом оказались ряд республиканских чиновников. Сразу трое членов дагестанского Кабмина получили выговор от Сергея Меликова. Так предупреждение получили вице-пример Мурат Казиев, министр здравоохранения Татьяна Беляева и руководитель Министерства образования Ехия Бучаев. Официальная формулировка – ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Соответствующий документ Меликов подписал 8 августа. Учиться в железной будке дети не будут. Власти Дагестана решат проблему учеников Саниартинской школы Тлеартинского района. Образовательное учреждение было признано аварийным еще в 2018 году. На проблему обратили внимание после обращения директора школы к Сергею Меликову с просьбой помочь в решении вопроса. Мой друг и коллега Руслан Алиевич, помимо Махачкалы, на других территориях тоже проживает дагестанцы. И соответствующие комфортные условия мы им должны создавать. В частности, например, селение Саниартинского района. Вот, например, главный корпус школы. Необходимо этот вопрос решить. И в сфере текущего года здесь как раз этот вопрос откладывается. В настоящее время в аварийной школе вынуждены учиться около 80 учеников. Участок для строительства нового объекта уже подобран и согласован. Осталось лишь найти источник финансирования. Это единственная программа федеральная, которая позволяет такие малокомплектные школы финансировать. Это программа по направлению повышения устойчивости живых домов на основных объектах для системы возникновения в сейсмических районах Российской Федерации. И там у нас был расчет уже с индексами инфлятора на 2025 год. И там мы закладывали 201 миллион рублей. То есть у нас сегодня есть федеральная программа, в рамках которой мы можем получить 201 миллион рублей на советы этой школы, но в 2025-м в последующих годах. Либо мы получаем республиканскую инвестиционную программу в 2023 год. И это не стоит нам в том, что 6 миллионов рублей. При участии телеканала ННТ в Дагестане снят полнометражный художественный фильм. Картина под названием «Сценарий для Голливуда» является первой серьезной работой группы молодых и талантливых ребят. Фильм уже вышел в прокат во всех кинотеатрах республики. В преддверии примера в Махачкале, в Синемахол прошел закрытый показ, куда были приглашены около 200 гостей. О том, как оценили первые зрители криминальную комедию, в сюжете по тематам Ханаповой. Курбан, ты же неправильно держишь молоток. Что, у тебя правой руки нет, что ли? А, извини. Полный газ сделайте мне на 500 рублей. Ты собираешься общий фильм снимать? Ну, снимать в городе, где нет сценаристов, актеров, зукарей, никого. Главный козырь фильма – юмор. Юмор не простой, а местный и колоритный. А присутствуют они просто так. Коррективы в диалоге сценария вносили прямо во время съемок. В импровизации, как всегда, был неподражаем Юсуп Амаров. Ты что так тихо работаешь? Как будто тихий час здесь. Вот же как надо, смотри, во, во. Не вот так, вот, а вот же, вот. Вот так. Доска слабая, смотри на нее. Мне хочется, чтобы человек, который пришел, у него остались радостные эмоции. Много в фильме и криминала. Ежедневные так называемые разборки показаны в картине во всей красе. Точь-в-точь, как они проходят здесь у нас на наших улицах. Спонтанно и в пикантных спортивных костюмах. 11 августа фильм выходит в прокат во всех кинотеатрах республики. В преддверии выхода картины на широкий экран прошел закрытый показ. Среди первых зрителей кинополотна – представители власти, деятели культуры, известные блогеры и люди из местного шоу-бизнеса. Они очень талантливо сделали свою работу. И очень близко, ментально была именно игра дагестанских ребят, потому что это жизнь. И ребята постарались отобразить жизнь именно такую, какая она есть. Я думаю, что это станет, наверное, таким культовым фильмом среди молодежи, потому что он будет очень близок им. Коллеги по цеху для меня раскрылись совершенно с другой стороны. Я даже не знала о таких актерских способностях. И режиссерская работа, операторская работа на высшем уровне. Я даже представить не могла, что наш город, он такой красивый с высоты. Вы представляете, я влюбилась в наш город. Я думаю, что в той ситуации, в которой находится наша страна, как раз-таки такие талантливые ребята нужны, чтобы заполонять кинотеатры нашими российскими фильмами. И особенно то, что у дагестанской молодежи получается, меня это вдвойне радует. Я испытываю гордость, что у нас очень много талантливых людей. То есть у нас в основном в Дагестане как воспринимали, что у нас одни спортсмены. Но также важно знать, что очень много талантливых людей, креативных людей. И я рада, что это уже вот так вот выставляют, показывают. И я думаю, что многим это будет интересно прийти и посмотреть. Показ закрытый превзошел все ожидания. Я ожидал чего-то стандартного, но ребятам удалось сделать что-то новое для дагестанского начинающего, нового кинематографа. Особенно впечатлила работа звукорежиссеров. Этот фильм, все наши попытки ранее, они хромали от плохого звука. Рад, что в Дагестане начинают создавать кино. Жаль, конечно, что его очень мало. И мы почему-то тем успехом, которые были в советское время, мы никак не можем дойти. Поэтому очень надеюсь, что такого рода проекты позволят местным дагестанским ребятам начать свой творческий путь и попасть уже на большие экраны. Фильм и сценарий для Голливуда – это первая криминальная комедия, снятая дагестанскими продюсерами и режиссерами. Весь актерский состав в картине также состоит из местных ребят. Снять полнометражку про творческого парня, идущего к своей мечте через тернии провинциального города, решил видеомейкер, а теперь и режиссер Ибрагим Урсанов при поддержке телеканала ННТ. Этот фильм и вообще последующий наш фильм – это чисто дагестанский продукт. У меня основная идея – я хотел, чтобы продукт не был задействован, что привлекая с Москвы или откуда-то специалистов, а вот только с дагестанцами он есть. То есть начиная с самого сценария и под ключ вот то, что до кинотеатра мы его довели, там все исключены дагестанцы. Сейчас такое время, когда у кинотеатров настоящий голод, потому что фильмов нет, и даже те голливудские фильмы, которые, казалось бы, могут крутить, они несут в себе те ценности, которые, ну, вообще далеки для особенно дагестанцев. И вот этот фильм, он как глоток свежего воздуха. И я призываю всех дагестанцев обязательно сходить на этот фильм. Мы должны ощущать поддержку каждого дагестанца, и если есть критика, пусть она будет. Если есть похвала, еще лучше мы будем только рады. Немного о сюжетной линии. Сценарист-самоучка с Махачкалы проходит во второй тур международного конкурса молодых профессионалов. Для прохождения финала ему требуется написать сценарий короткого метра про криминальную жизнь в Дагестане. Ради этого он вступает в неизвестный и опасный для него мир. В Махачкале, если ты не ходил на борьбу, то ты странный. А если ты еще и творчеством занимаешься, то ты тот еще фрукт. Заниматься сценарием в Махачкале – это когда ты фрукт даже для близких. Но я твердо решил, что я буду писать истории. Это не единственная работа дагестанского режиссера, но первая, которую увидит массовый зритель. Кроме того, уже проходят съемки еще одного полнометражного фильма. Но это уже совсем другая история. Мой пахан? Кто мой пахан? Работник. Ты забыл, кто твой пахан? Ты, мне кажется, зубы наговариваешь. Злость покажи, ты же хотел размазать жизнь того чувака. На 500 рублей. Шла снегра увижу я. Хотел бы шла снегра увидеть? Патимон Ханапова, Салмаги Тихмаев, новости ННТ, Махачкала. И в продолжение темы дагестанской киноменки мы пригласили в нашу студию продюсера фильма «Сценарий для Голливуда» Султана Трамова и его режиссера Ибрагима Урсанова. Друзья, приветствую вас. На самом деле мы испытывали более чем определенный голод из-за отсутствия по понятным причинам блокбастеров, голливудских фильмов и так далее. И вот появляется дагестанский полнометражный фильм «Сценарий для Голливуда». Как появилась идея снятия этого фильма? Ну, идея конкретно этого фильма пришла так неожиданно от нашего сценариста. Но я на протяжении уже более пяти лет, как я снимал уже социальные ролики, там более 80 я снимал, в один момент я уже понял, что нужно уже снимать что-то большее, чем какой-то социальный ролик. И я с нашим сценаристом Асельдаром Асельдаровым я связался, я ему попросил, я говорю, приди ко мне с идеей какой-нибудь для короткого метра. Он пришел, там, несколько дней прошло, он пришел ко мне с идеей, он несколько идей перечислил, и конкретно вот эта идея мне понравилась, это что-то необычное, что-то новое для Дагестана. И в течение двух недель он писал, мы с ним сидели, обсуждали, прогоняли. В общем, мы сняли короткий метр, я с этим коротким метром уже пришел к султану, всем показал, и дальше султан предложил, давай мы ее растянем уже до полного метра. То есть, эта идея, она готова, она идея такая, что ее можно растянуть на полнометражный фильм. И вот, собственно, мы приступили уже. Да, особенность была в том, я извиняюсь, что когда был короткий метр, это прямо ощущалось. То есть, порой были моменты, где без объяснения, в короткометражном кино так и происходит, без объяснения, без подробностей происходят какие-то действия, ну и они как-то завершаются. Иногда не завершаются вообще. Полный метр, это когда мы от начала до конца следим за развитием всех ситуаций в фильме. Так и получилось. Мы все дополнили, более разъяснили, и у нас получился полный метр. Желание с ним переделать его в полный метр возникло после того, как Ибрагим показал. Я сразу взял этот короткий метр, повез в Москву, показал людям, которые очень хорошо разбираются в кино, и они сказали, да, это то, что нужно. То есть, и все. Ну, тогда второй вопрос. Не сложно ли снимать полнометражный фильм в Дагестане? Ну, у нас попытки бывали несколько, потому что киноиндустрия в Дагестане не так сильно развита, можно сказать, вообще не развита. И сложность была именно в том, что я хотел, чтобы наше кино снималось исключительно дагестанцами, чтобы оператор, сценарист, монтажер, то есть вся команда была исключительно из дагестанцев, потому что обычно нас привлекают людей с Москвы, специалистов. И в этом были сложности, то есть таких специалистов здесь найти. И пришлось, ушло время, чтобы этих специалистов обучить, именно взрастить, именно в нашем Дагестане. И вот прошло какое-то короткое время, уже поддержка появилась, люди подключились, конечно, сами актеры тоже шли на встречу, помогали. В общем, связи тоже помогали здесь. Идейных людей нашли, получается. Да, именно заинтересованных людей, в этом была сложность. Как таково, сейчас уже люди уже понимают, они понимают, что реально можно его снять в Дагестане, поэтому после этого фильма, как оно уже в прокате вышло, сейчас многие люди уже пишут, специалисты обращаются, актеры сейчас даже кастинги проводить, я думаю, еще намного легче станет. То есть желающих уже поучаствовать стало больше, и интерес к фильму прям заметно увеличился после выхода проката в фильм. Я почему это сказал? Потому что мы видели уже первые отзывы экспертов после закрытого показа, которые оценили, в первую очередь оценили звук, что звук был на высоком уровне. То есть это говорит о том, что кино снято очень хорошо. На звук я особо акцент даю, потому что я считаю, что любой контент, видео, он на 80% зависит от звука, не столько, как картина, потому что человек может не видеть картину, но если звук будет плохой, он не будет его смотреть. Поэтому самое сложное вообще в производстве лично для меня фильма, в монтаже даже, это был звук именно. Поэтому на него ушло 80% времени и сложности, поэтому мы постарались сделать как могли, но в дальнейшем мы, конечно, будем улучшать еще и уровни Голливуда, это наша цель. Ну сценарий для Голливуда был. Вопрос, наверное, который волнует большинство и интересен большинство. Бюджет. Сколько составил бюджет фильма? И правда ли, правда ли, вот такая информация была, что большинство актеров согласились сыграть бесплатно? Да, это правда, потому что мы не знали, никто не знал, что из этого фильма получится тем людям. Я-то единственное, я в этот фильм верю полностью, потому что у меня картина есть в голове, я поэтому искал людей по типу Жан, и я знал, я не сомневался, что он получится интересным. Ну а многие актеры, они же не знают, когда я им говорю, вот фильм, они не понимают, что это, и они же должны свое время уделить этому, соответственно, кто-то должен работу на какое-то время оставить. И для них это был своего рода такой, как кот Мишкин. Поэтому, ну многие согласились, они тоже поверили, и сейчас они не пожалели. Хорошо, сколько потратили, Султан? Да, я вот, что, как раз, это очень хороший вопрос, потому что, когда выходила реклама фильма, когда выходил новостной сюжет о фильме, я читал комментарии, я внимательно сейчас слежу за комментариями, люди писали, на наши деньги сняли кино, на деньги налогоплательщиков и так далее. Я сразу спешу успокоить всех. Снимали фильм не на деньги налогоплательщиков. Это, это, то есть, фильм, который поддержали некоторые компании, наши друзья, партнеры и так далее. Как говорит Ибрагим, кто-то бесплатно отозвался и так далее. Все своими силами. И, ну, так уж мы решили, когда на вопрос бюджет фильма, как отвечать, однозначно меньше пяти миллионов рублей у нас ушло. Ну, получилось неплохо. Более, чем даже неплохо. Хорошо. Ну, наверное, всем, тем, кто еще не успел посмотреть этот фильм, интересно, на какую аудиторию, на какой возраст рассчитан данное кино. Этот фильм я посмотрел всей семьей. Абсолютно спокойно, потому что я, ну, как бы уже на процессе еще монтажа, как бы, да, отслеживал, что там происходит, уже когда делали полную версию. И я наблюдаю, что в кинотеатры ходят с семьями, и, как бы, да, и есть женские коллективы, которые ходят, ребята ходят, спортсмены. Я видел, собрались, пошли. Для нас очень важно, что нас поддерживают вот так коллективы разные и приходят, и смотрят. Потому что сегодня, если... Хорошо, мы сняли фильм, не поддержали. Я не знаю, почему, ну, как бы, да, бывают комментарии такие неприятные. Когда фильм еще не вышел в прокат, люди стали писать комментарии, ерунда, опять не то, опять не все. То есть, не посмотрев, не понимаю, чем руководствуются люди, которые так пишут. Я очень рекомендую всем пойти посмотреть. Для нас очень важна поддержка, потому что если мы... А мы намерены снимать дальше и двигать вперед дагестанский кинематограф, как развлекательное кино, так, возможно, в дальнейшем нам позволит эта поддержка именно дагестанцев снимать историческое кино. Мы готовы сегодня, потихоньку развиваясь, прийти к тому моменту, когда мы будем создавать кино, которое будет воспитывать, которое будет рассказывать нашу историю, которое будет где-то помогать, обучать. Вот это все, как бы, это основная цель нашей работы. И я поэтому прошу строго не судить нас. Сегодня мы снимаем вот такой формат фильма. Завтра мы будем снимать более серьезный. Мы будем расти вместе с нашей аудиторией, вместе с теми людьми, которые нас поддерживают. Поэтому сегодня это любой зритель, который готов нас поддержать, это наш зритель. Только дагестанский зритель может увидеть этот фильм? Либо прокат планируется за пределами республики тоже? Фильм сейчас только в дагестанском прокате. Но не исключено, если он будет успешен, а на данный момент он абсолютный лидер проката. Близко даже никакой фильм. Делали ставку на любой фильм, только не на наш. Некоторые кинотеатры. Ну, как бы, да. И сегодня они крайне удивлены, и они пишут отзывы сами. Вот я с ними переписываю. Они говорят, мы не ожидали. Мы думали, что где-то с кем-то сравняется, может быть, по показателям. Но то, что всю аудиторию у всех фильмов заберет себе, такого никто не думал. В одном из кинотеатров из-за того, что уже зал продал все билеты, отменили другой фильм. И туда тоже поставили наш фильм. И это не может не радовать. Вот я об этом и говорю. Есть категория людей, которые нас прям поддержали, и нам очень приятно, и я благодарю каждого. Есть категория людей, хейтеров, которым я просто рекомендую быть добрее, пойти посмотреть. И уже исходя из этого, если они нас поругают, значит заслужено. Ну, Ибрагим, Султан уже начал говорить о планах в ближайшем обозримом будущем. Что планируете? Мы уже снимаем наш второй фильм. Уже? Уже снимаем. Вот мы до утра вчера снимали одну съемку, поэтому уже в процессе, можно сказать, 50% фильма уже отснято. Жанр этого фильма – это боевик дагестанский. После мы уже планируем снять вторую часть, тоже уже на стадии сценария нашей криминальной комедии, сценарий для Голливуда. Вторую часть мы будем уже снимать. То есть в планах есть. То есть мы не останавливаемся, ни один день у нас съемочного дня не останавливается. Мы каждый день работаем над нашими фильмами. В дальнейшем, я уже так понимаю, нам придется уже открыть свою первую дагестанскую киностудию. Мы вам можем только успехов пожелать и процветания нашему дагестанскому кинематографу. Ну, а нашим телезрителям мы рекомендуем на самом деле сходить и посмотреть этот фильм. Напомню, у нас в гостях были продюсеры и режиссер фильма «Сценарий для Голливуда» Султан Трамов и Ибрагим Урсанов. Спасибо. Беру на себя эту миссию, возложенную по просьбе муфтия нашей республики, выразить глубокую благодарность и признательность от лица, в первую очередь, всех паломников, которые в этом году были отправлены, благодаря материальной поддержке Керимова Сулеймана Абусаидовича. В этом году я видел счастливые лица этих паломников, которые и мечтать не могли о том, чтобы в жизни они смогут ли совершить этот столб ислама. Видя эти лица, конечно, трудно бывало сдерживать слезы. Конечно, каждый из этих паломников сделал, наверное, и дуа, но, однако, когда какой-то человек делает не отдельно одному человеку, а его благо, его поддержка и помощь, когда столь масштабно, конечно, этот человек заслуживает от нас всех наибольшей благодарности, слов признательности. Во всех мечетях Муфти разослал нашей республике личную просьбу сделать за этого нашего брата искреннее дуа за него, за его семью, за его благополучие, за его успех, за его здоровье. Эта дуа вместе с нами, иншаллах, во всех мечетях нашей республики сегодня будут делать. А также, конечно, все, вы знаете, духовный центр мечет имени пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Это наша жемчужина, наше сокровище. Это доля каждого мусульманина и мусульманки, доля участия в этом грандиозном, в этом благом деле есть у каждого из нас. И, конечно, проект очень большой. Нет сомнения, что вы, простой народ, его смог бы и дальше достроить. Но, однако, это было бы очень долго. И, видя это положение, заключительную свою, самую большую лепту внести в завершение строительства этого дома Всевышнего Аллаха, взял на себя наш брат, да воздаст Всевышний ему за это Керимов Сулейман Русайдович. Для того, чтобы сделать, поставить как бы точку во всех наших, нашем народном устремлении, Всевышний Аллах предпочитает этого нашего брата. Это значит, о чем говорится, когда, говорит, Аллах возлюбливает какого-то своего раба, «Джа'ля хава и джанна си иляхи». Всевышний Аллах делает так, чтобы нужды людей обращались к Нему. Дай Аллах, чтобы он оказался в числе тех, кого Всевышний Аллах любит. Дай Аллах ему крепкого здоровья. Дай Аллах спасение, избавление от бед, невзгод, неприятностей всю его семью, всех, кого он любит, всех его близких. И простит Всевышний Аллах грехи всем его покойным близким. Но мы сегодня решили выразить эту благодарность, эту признательность, следуя за сунью, велению нашего пророка, саллиллаху алейхи васаляма, Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных.